Привет! Несмотря на всю красоту дикой природы, в ней кипят такие страсти, которые не снились даже самым крутым создателем фильмов ужасов о животных. Это не просто милые котики и собачки, а безжалостные бойцы, которые постоянно вступают в самые жестокие и бескомпромиссные схватки. Им всегда есть что делить, будь то территория, добыча или самку. Поводов для кровавой драки всегда более чем достаточно. Вы на канале Удивительная Планета. Я подготовил для вас крутую подборку сражений животных. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить лайк этому видео. Бегемор – очень крупное и сильное животное. Но когда ты не один и с тобой поддержка организованной группы, тогда даже такой великан становится не страшен. Стая детих собак, а потом уже гиен, свалили бегемота в лужу и потихоньку, то там, то здесь, рвут его на кусочки. А на этот раз бегемот стал жертвой льва. Что уже не так обидно. Все-таки лев – это царь зверей, а не какая-то там гиена. Лев за считанные секунды мастерски расправляется с этим молодым бегемотом. А это значит, что сегодня он наестся до отвала. Нередко случаются конфликты и между самими бегемотами. Только посмотрите на эту схватку великанов. Мало кто знает, но угол раскрытия пасти этих громил составляет 180 градусов. Такое впечатление, будто они соревнуются у кого больше. Сила укуса бегемотов в три раза сильнее, чем у льва. Поэтому они с легкостью могут перекусить что льва, что крокодила пополам. А эта схватка медведей похожа на встречу давних знакомых, которые вспомнили старые обиды и начали выяснять отношения. И эти разборки не ограничились простой беседой. Дело пошли, удары мощными лапами. Если представить силу этих ударов, то становится как-то не по себе. К счастью, один из них оказался более разумным и нашел себе силы прекратить эту бессмысленную драку. А на этих кадрах лицом к лицу столкнулись два сильнейших хищника. Крокодил хозяин реки и лев властитель на суши. И выяснить отношения для них – дело чести. Возможно, эта схватка была бы честной, если бы не группа поддержки со стороны короля зверей. Как говорится, лежачего не бьют, но точно не в этом случае. Крокодил отчаянно пытается сопротивляться, но силы слишком неравны. Выстоять в этой неравной драке ему не суждено. И львы быстро разделались с ним. А в этом бою львы напали на крокодила и чуть было не прикончили его. Но дело происходило совсем рядом, у самой воды, и поэтому ему удалось улизнуть. А в этом случае львы решили пересечь реку и тем самым оказались на территории, где хозяйничает крокодил. Он тут же напал на одного из них и моментально разделался с ним. В этой схватке кто кого перетянет, победил царь зверей лев, который в короткой борьбе сумел перетащить тушу добычи на сушу подальше от зубов крокодила. А вот случай, где лев разделался с крокодилом, который слишком далеко отошел от водоема и оказался окружен прайдом голодных львов. Львицы не проявляли какой-либо серьезной активности и не решились убить его. Но когда появился лев, дело приняло совсем другой оборот. Он тут же разобрался с этим крокодилом. Еще один случай, где лев оказался в реке и тут же стал целью для нападения. Крокодил стремительно догнал его и атаковал. К счастью для льва, крокодил неудачно выбрал угол атаки. К тому же вода была неглубокой и поэтому льву удалось спастись. Слоны – невероятно умные животные. У них самый большой мозг среди всех обитателей суши. Благодаря своему интеллекту, большому размеру и острым пивням, они надежно защищены от нападения хищников. Но так бывает не всегда. Детеныши и молодые слоны все равно остаются в группе риска. Если от одного такого хищника, как лев, слон может с легкостью отбиться, то от нападения целого прайда шансы на победу или хотя бы просто выжить стремительно падают до самого нуля. Только посмотрите, какая мертвая хватка у львов. Они своими острыми когтями впиваются в толстую шкуру слона так глубоко, что все попытки сбросить львов безуспешны. А на этих кадрах мы видим, как лев попытался свалить небольшого и молодого слона. Но свои силы он явно переоценил, если решил в одиночку победить в этой схватке. Это нападение, конечно, и было большой неожиданностью для слона, но он собрался силами и сбросил с себя кровожадного хищника. Редкие кадры, сделанные где-то на просторах Африки. Львица сделала очень неудачный прыжок и попала под мощнейший удар копытом. Страшно себе представить, какой силы этот удар и какие повреждения он нанес этой львице. То, что мы видим на этом видео, думаю, для многих станет большой неожиданностью. Не часто увидишь, как зебра валяет по земле самого льва. Она яростно избивает его копытами в надежде на спасение. Возможно, зебра и не станет победителем в этой схватке, но я ставлю ей плюсик за такой очень удачный бросок. А эта схватка проходит практически на равных. Два сильных и до зубов вооруженных противника – лев и бурый медведь. Эта встреча закончилась ничьей. Но какой бы был финал, если бы на месте бурого медведя оказался белый медведь? А вот и белый мишка, который с виду кажется таким красивым и милым, но на самом деле это самый сильный и свирепый медведь. И нередко он грешит каннибализмом. На этом видео самец преследует малыша. Мать побежала вслед за ним, пытаясь спасти своего детеныша. Но взрослый самец, не задумываясь, убивает его на глазах у изумленной матери. Белые медведи – очень сильные звери и способны охотиться в самых тяжелых условиях. Мы видим, как он поймал тюленя своими когтями, которые, между прочим, достигают 10 сантиметров в длину. Ими медведь может легко поймать и растерзать любое животное. Тюлень отдыхает лежа на льдине и даже не подозревает, что за ним уже началась охота. Вся драма происходит всего за пару секунд, и тюлень стал угощением к обеду. А этот леопард, наверное, ничего не ел уже много дней, и его мучил страшный голод. Иначе как объяснить, что его жертвой стал дикобраз с толстыми, длинными и острыми колючками? Леопард разорвал его на кусочки и быстро слопал. Но выжить после такого ужина у зверя не получилось. В результате ран от острых игл он вскоре погиб. Антилопы гну очень быстрое и сильное животное. Сила их мышц в три раза мощнее двигателя некоторых автомобилей. К тому же антилопа вооружена опасным оружием. Ее изогнутые рога помогают защищаться от хищников. Они очень подвижны и быстро перемещаются. Таким образом, у антилопы гну шансы на победу достаточно высокие. Только посмотрите, как опасаются хищники острых врагов. У них нет возможности подступиться к антилопе ближе. Даже сам царь зверей вынужден быстро убегать от нее. А на этих кадрах гну ловко убегает от одного из самых быстрых хищников в мире – гепарда. Но ему все-таки удалось догнать ее. Но она упорно борется. И похоже, что в этой схватке, благодаря своим острым рогам, которыми гну может с легкостью проткнуть насквозь, у нее есть шансы на победу. Мощи этих животных можно только позавидовать. Посмотрите на невероятно мускулистое тело гориллы. У них сильные конечности, которыми они могут в один счет сломать позвоночник, что льву или тигру пополам. Только представьте, что горилла может поднять вес, который в 10 раз больше ее самой. И с легкостью способна откинуть своего соперника на много-много метров. Думаю, что горилла могла бы победить даже схватки с десятком тигров. Этот экзотичный зверь смог бы себя неплохо проявить и на боксерском ринге. Кенгуру в своей жизни усвоили самый важный урок. Чтобы добраться до всех кенгуриных благ, нужно сражаться. И это сражение невероятно жестокое, кровавое и бескомпромиссное. Победитель забирает все. В результате победы они получают доступ ко всем самкам. И мне кажется, что это того стоит. Длина туловища этого кенгуру 2,5 метра. Далеко не каждый осмелится затеять драку с таким громилой. Но все равно всегда найдется тот, кто желает получить доступ к самкам и рискнет. А для этого нужна только чистая победа. Драки с главарем. В этой драке удары ниже пояса абсолютно нормальное явление. Ведь победителей не судят. Всем известно, давняя вражда к области мангуста. Эти маленькие зверьки лихо расправляются с самыми ядовитыми змеями. И в этом эпизоде мы видим схватку мангуста с королевской коброй. Один укус этой змеи может убить 20 слонов. Но мангусту все равно, какой силы у нее яд. Он настолько быстр и ловкий, что змея просто-напросто никак не может укусить его. А он, в свою очередь, раз за разом хватает ее голову своими острыми зубами и наносит ей серьезные раны, от которых она вскоре ослабевает и погибает. А в этом эпизоде королевская кобра заметила свирепую гадюку, которая была увлечена охотой. Кобра незаметно подползла к ней и точным броском схватил ее за самое основание головы. От такого захвата гадюка уже не высвободится. Тем более через какие-то пару десяток секунд начнет действовать смертельный яд кобры. Очередная схватка невероятно ядовитых змей. На этот раз встретились королевская кобра и мангровая змея, которая первая атаковала кобру. Но тут же была контратакована и сразу оказалась в смертельных зубах кобры. Яд мангровой змеи намного слабее яда королевской кобры и он не причинил вреда хищнику. В свою очередь яд королевской кобры для мангровой змеи смертелен и поэтому эту битву она проиграла. Надеюсь вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и напишите свое мнение в комментариях. До скорых встреч!